МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хоу Скресенская в этом году на базе Коминтерн было посеяно 1350 гектаров зимой пшеницы. С 1350 гектар было использовано три сорта. Это Ново-Ершовская, Дон-107 и Джангаль. Уборка у нас в этом году началась 6 июля. Мы используем 4 комбайна, 2 Джондира и 2 класса. Средняя урожайность мы убрали сейчас Джангаль, Дон-107. Была от 27 до 29. Сейчас зашли убирать Ново-Ершовская. Ново-Ершовская средняя урожайность 30-31 гектара. Здесь было сделано 6 культиваций предпосевных на этом поле. У нас был чистый пар. Мы здесь ни гербицидом, ни по траве, ничего не работаем. И сеем. Также на территории Коминтерн у нас всего общая площадь 4200. Также из них 1350 это позимая пшеница, 350 кукурузы, 300 гектар проса, подсолнечника 1200. Все остальное парой. Урожай в этом году нормальный. Где-то 30-31 сыпет у нас. Даже приятно убирать. Убирать торопимся, чтобы вовремя все убрать, чтобы вовремя собрать урожай. Сейчас работаем с раннего утра до поздна. Отвоз, все у нас как бы налажено. Все успеваем пока до дождей. Помимо зерновых у нас будет подсолнух, нут, кукуруза. У нас работы хватает почти до самого Нового года. Будем, когда уберем зерновые, будем переоборудоваться на остальные культуры. Сейчас мы находимся у Воскресенска, поселка Коминтен. На поле кукурузы, площадью 101 гектар. Идет на настоящий момент пятый вегетационный полив. Дождевальный машин фрегат. Кукуруза находится в хорошем состоянии. То есть была определенная проведена работа по подготовке почвы. Внесением зяблевая спашка была. Был внесен осенью сульфатомофос. А весной первый раз мы испытывали хозяйство здесь. Предпоседную подготовку унесли КАС-32. Кукуруза находится в стадии цветения. Отцветает и шестой окончательный полив. И надеемся получить средний урожай где-то 80 центеров в гектар. Здесь, на данном поле. Хотел бы выразить благодарность Саратов-Мелетхозу в лице Гордиенко и Букаева. Которые постоянно на связи. Которые интересуются, как идет полив. Нет ли у нас проблем. Хотел бы им выразить тоже благодарность в данном вопросе. Кроме того, сведением нового орошения у нас на площади 350 гектар и строительство насосной станции нам помогала фирма «Дельтастрой». Бабы Лео Сергей. Хочу им также поблагодарить их за строительство. В кратчайшие сроки зимой они нам все это сделали качественно. Установили дождевальные машины. На сегодняшний день они все практически опробованы. То есть опрессованы и прокручены. То есть надеемся, что на следующий год это позволит хозяйству на новом орошении с новыми дождевальными машинами получать урожайные до 100 центеров с гектара. При той технологии, с которой мы работаем. Сегодня нас посетил губернатор Саратовской области Радаев Валерий Васильевич. Мы побывали на поле озимой пшеницы сорт «Новая Оршовская» площадью 346 гектар. Валерий Васильевич как бы напутствовал нас на достижение высоких результатов. И как раз приветствовал, что наше предприятие работает от поля до прилавка. И плюс позволяет нашему предприятию в связи с тем, что у нас орошение, выйти на поставку экспорт кукурузы. И получать дотации на орошение до 50%. То есть это хорошее подспорье, когда мы вкладывая рубль, 50 копеек получаем назад. Это очень хорошая программа, разработанная под руководством губернатора правительства Саратовской области. Мы хотим ему сказать большое спасибо за данную возможность поучаствовать в этих программах. Настроение у тружеников самое главное хорошее. И вот к вам заехали все-таки посмотреть начало уборочных работ, будем говорить, зерновой группы. Хотелось бы у вас узнать, как настроение у вас, у ваших коллег. Ну и какие первые результаты. Не так часто, надо признаться. Мы слышали, что вот в Энгисе была такая урожайность. Я вот порадовался и рассказал, что стабильно работает в овощеводстве. А это растеневодство. За 30 центов дает пшеница зимы по этому году. По этому подразделению у нас всегда достойный результат. Оно у нас обрабатывает 4 с лишним тысячи гектар. 4 тысячи в Энгисе? В этом месте. В этом месте. В этом месте, да. Всего в Энгисе мы обрабатываем 10 гектар. 10 тысяч. 10 тысяч в этом месте. А всего 32. Молодцы. Это подразделение у нас самое передовое. У нас всегда урожайность здесь высокая. Что ж, можно вас поздравить. Спасибо. Спасибо. Поздравляем вас. Пожалуйста, ваш подарок. Иванов Виктор Валерьевич, компонент. Виктор Валерьевич, спасибо. Поздравляем вас. Пожалуйста. Ивни Левчин, Сергей Геннадьевич, мы все не знаем. Сергей Геннадьевич, спасибо. Поздравляем, пожалуйста. Ну что, посмотрим, как... Спасибо вам огромное, коллеги. Посмотрим, как движутся ваши корабли. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день поступило с поля зерно 2350 тонн. Где-то 1200 отправили мы в безымянку, в безымянский элеватор, а остальное на хранение в складе. Зерно нового урожая поступает с хорошим качеством, третьим классом, четвертым классом. Сейчас мы засыпаем в склады семенной материал. Это сорт джангаль и дон. Сегодня уже поступает другой сорт, новояршовский. Тоже засыпаем в склады для семенного материала. Мы находимся на насосной станции, на ООО Воскресенской, которую построили, начали строить с декабря 2018-го и ввели в эксплуатацию в 2019-м. Насосную станцию мы построили на средства предприятия. Эта насосная станция будет обслуживать 6 машин в аллее и 2 фрегата. В ней установили два насоса Гринфурса под 600 кубов в час. В среднем 1200 кубов в час будет она выдавать воды. Хотим сказать спасибо Чуркиной, Кристине Игоревне, за то, что нас никогда не подводят с подачи воды. И в каком объеме мы бы не заказывали, в таком объеме она всегда будет поступлена. И по времени, в какое время нам надо. Мелиорация программы очень такая мощная. Эти годы работает государство поддержка. А сейчас еще второй. Получилось второе направление, это экспортное. Тоже оно вкладывается в мелиорацию. Ну, соответственно, на такие вот культуры, как и вы занимаетесь, это зерновая куроза и соя. Вот эти два продукта, которые востребованы сегодня на мировом рынке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова